Welcome to Monday Night, Beyblade! Привет, друзья, подписчики мои! Ну что ж, у нас на разогреве сегодня выступает Готов Валкири и Ревайв Феник, в который Лилово играем мы. Ну, я думаю, до двух очков больше ибо смысла играть нету. Бейблейд! Вперст! Итак, Готов Валкири против Феникса Лилово! Валькирия показала себя отменно на отборе, посмотрим, что будет сейчас. Играем, я думаю, до двух очков, особо смысла нет, но Феникс он мощный, поэтому смысл. Хотя, смотри, держится весьма уверенно. И Ревайв Феникс побеждает одно очко. У меня этот телефон, камера разряжается. Погнали дальше. Готов Валкири против Феникса! Сражается на одном ринге. Ну нет, ну конечно, но Феникс, ну камон, ну куда и до Феникса, ну бред. Ну бред же. И Готов Валкири проигрывает. К сожалению, вот такой был первый бой у нас сегодня, это хорошо. Первые на Мандерд Бейблейд. Битва второго сезона. Леген Сприган и Край Сатан до трех очков. Погнали. Тихонечко так. Вау! Опасно, опасно, опасно. Край Сатан завоевывает одну победу. Циско Карлайс безумно счастлив. Дальше. Леген Сприган против Сатана. Ой, что творится, ой, что творится на Мандерд Бейблейд. Одно очко есть у Циско. Пока ноль очков у... Ну вы поняли у кого. Второе очко у Зоевого и Циско Карлайс. И сейчас последняя ежда для легендарного Спригана просто взорвать и уничтожить край Сатана. Дадим такую возможность ему. Поехали. Да, это были максимальные сильные удары от легендарного Спригана. Если не... Взрывным финишем расправляется легендарный Сприган с край Сатаном. А у меня... А, улетел драйвер от Край Сатана, поэтому мы дадим Край Сатану другой драйвер. Счет у нас 2-2. Давайте дадим ему выносливку драйвер. Я думаю, о, от Кирбеуса будет норм. Вот тогда неожиданно. Погнали дальше. Ну и что? Вдруг легендарный Сприган уничтожит сегодня Сатану? Нет! В итоге сам Ледженд Сприган взрывается, проигрывая сегодняшний бой Край Сатану. 4-2 становится счет. Возможно дело в драйвере, а возможно Край Сатан просто крутой. Чувак. И это очень круто. Следующий бой у нас идет... Давайте сделаем командный, думаю, бой. Я думаю, это будет нормально, хорошо. Джагмен Джокер против Чо Зет... А, вернее, как? Командный бой, что-то я заговариваюсь. Сорян, извините, ребятки. Джокер Ахиллес против Спрайзена и Грэнд или Рок Драгона. Погнали играть! Джокер и Спрайзен. О-о-о! Уничтожилась рамка от Джокер. А, друзья, Джокер от выпуска к выпуску все... Ну, как бы проигрывает и проигрывает. Вот сейчас у него рамка треснула. Ну, Спрайзен... О! А Спрайзен взорвался. А что это делать? А проиграл-то Джокер, а Спрайзен-то и взорвался. А что же, как считать? Я знаю, как посчитать. Матч-рематч. Погнали. Бэйблейд. Слушай, не Спрайзен. Я говорю, у меня Джокер в каждом ролике рассыпается просто до безумия. Но я думаю, здесь все очевидно. Проигрывает Джокер. Играем дальше. Грэнд Драгон против Чо Зет Ахиллеса. Играем, я думаю, командные поединки до одного, наверное, очка. Неохота с ними долго возиться. На обломках, так сказать, Джокера. Взрывает Ахиллес. Дамы и господа. Рок Драгона. Это интересный поворот. И теперь у нас Ахиллес против Чо Зет Спрайзена до двух очков. Погнали. Бэйблейд. Неожиданный исход боя, если честно. И Джокер взорвался. Ахиллес победила. И непонятно, что происходит. Ой, опасно сейчас было. Но Спрайзен с легкостью одолевает Ахиллеса. И следующий раунд. Погнали. Бэйблейд. Это жестокий мир Бэйблейда, друзья мои. Как бы Ахиллес не старался, к сожалению, наверное, сегодня побеждает команда Рок Драгона из Спрайзена. Да, однозначно. Ну, а теперь запускаем очень мощную-мощную битву. Я думаю, вы понимаете все, к чему я клоню. Я думаю, сейчас вы просто все очень сильно порадуетесь. Я-то уж точно порадуюсь. Потому что сейчас будут все волчки на одном ринге. Поехали. Итак, давайте отберем сразу несколько ребят. Ахиллес. Кирбеус. Давай Джокер. Ой, это Джокер. Бласт Джинниуса. И Валькирия будет следующая. Погнали. Три волчка на одном ринге. Валькирия взрывается всем подряд. Уничтожены, друзья. Это был адский хардкорный замес. Один Бласт Джинниус выиграл. Остальные все, к сожалению, взорвались. Но это такой жестокий мир Бэйблейда, как вы хотели. А по-другому-то и никак. Тут еще останки Джокера вон везде валяются. Кошмар бедный. Бедный, бедный Джокер. Играем дальше. Трипл трейд матч. Цель взорвать одного из трех соперников. А следующие волчки сражаются на двух очков. Ну, как-то так. Роктавор. Эклипсик. И дэдсайзер. Погнали. Цель взорвать. Думсайзер не проиграл. Ничего подобного. Будет переигровка. Нет, это уже не важно. Взрыва я здесь не увидел. Хотя почти эклипс разобрался. Думаю, он сегодня явно не фаворит их. Ну, я думаю, тут все законно. Крэш Роктавор уничтожил своих соперников. Поэтому именно он проходит дальше. Вернее, именно он побеждает. И идет дальше. Ну, просто по своим делам он такой. Я пошел по делам, друзья. Но это было мощно, жестко, классно. Осталось от трех волчков. А от двух волчков осталось только драйвер от Эклипса. Вот так бывает. И все. У нас мы на вент. Поехали. Роктавор. Младший братишка рыженького Роктаворчика. Это будет рядом болеть. Смотрите. Надо за ним аккуратно следить. Против Грэндрэгона до пяти очков. Погнали. Грэндрэгон показал себя прекрасно на отборочном туре. Посмотрим, что у нас будет сейчас. Бейблейд. Берст. Опа, опа, опа. Тихо. Опа. А, блин. Вернулся Роктавор. Но это уже не считалось. Давай. Один на ноль в пользу дракона. Нападает сверху. Ускоряется дракон. Один на ноль. Играем до пяти очков. Смотри-ка, смотри-ка. Один на один. Несмотря на то, что дракона мы запустили вторым. Дракон себя показал отлично на отборочном. Повторюсь еще раз. Но и Роктаворчик. Молодец. Да, вот такой сегодня был адовый замес, друзья. На Манды Найт Бейблейд. 2-1 счет. Не в пользу Роктавора. Следующая битва. Поехали. Поехали. Опасно, опасно, опасно. Сейчас было. Еще раз опасно. И... Слушай, и вот Роктавор технично добивает до этого самого дракончика. Счет 2-2. Может быть, сегодня до трех сыграть неохота. Что-то долго возить. Ну ладно, погнали. Осталось недолго. А вы пока, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. А мне еще искать детали от Эклипса. И кто там еще того, я забыл. А, Дэд Сайзер. Вау. Счет 2-2. И... Счет 3-2 в пользу Роктаворчика. У него еще есть шансы победу. И у дракона есть шансы на победу отличные. Ноздря в ноздрю идут, ребята. Ой, увернулся всех ударов Роктавор. И... Опасно, опасно. Счет 3-2. 4-2 в пользу Роктавора, друзья. И я думаю, это будет последний сейчас бой. Я думаю, 100 пудов. Нет, выбивание с ринга. Вдруг Роктавор вернется. Подождем. Нет, давайте скипать уже. 4-3. Опасный момент. Роктавору сейчас лучше поторопиться в победах. Погнали, друзья мои. Бейблейд. 4-3 счет. Дракон не сдается ни в какую. Роктавор там что-то держится. Так, опасно для Роктавора. И, друзья мои, сегодня Туманда от Бейблейд побеждает. У нас Крэш Роктавор. И этот Роктавор выиграл королевскую битву. Ну, вы поняли. Не королевскую, а трипл трейд битву. Вот такое символы для видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. С вами был лучший. Пока-пока. Привет, друзья, подписчики мои. Ну, что ж, давайте сражаться о Бейблейд бёрстами. И у нас... Ого! Ничего себе. Прикинь, что? У меня сломалась лампа, друзья. Прикинь, смотри. Ты посмотри, что. Это явно знак недобрый. Блин. А как же мне теперь быть-то? А я не знаю. А что делать? Только на... Блин, обидненько получилось. А я даже не знаю, как её закрепить. Чё, походу, не сегодня, что ли? Вот это поворот. Ладно, сейчас, сорян за склеечку. Вот такие дела, друзья. А эти лампы, смотри, просто кусок выловился. Представляешь, что только на Манды Найт Бейблейд такое возможно.